Такая честь. Это сам губернатор Иркутской области. Ну, очень удивительно. Спасибо огромное. Так встречают Сергея Рощенко в семье Шлямовых. Михаил Яковлевич – ветеран, Великой Отечественной участник штурма Берлина. Сам герой по-военному немногословен. За него говорит супруга. Рассказывает, муж был механиком, готовил самолеты к боевым вылетам. На стенах фотографии их, молодых и счастливых. Они до сих пор предпочитают не вспоминать ни фронтовые будни, не тяжелое ранение 2 мая 45-го перед самой победой, а говорить о любви, которую берегут все эти годы. Балалайку берет, играет, мандолину играет. Ну, это вообще что-то самороза какое-то было. Все девчонки в него влюблялись. Ну, и я, конечно. И какие кавалеры за мной ухаживали, и какие кавалеры. Меня хотели взять замуж. И он никому не позволил. Так как взял, и мы 64 года ребятки вместе. Это сумасшествие. Это сумма, можно сказать. Подумайте только, 64 года. Здесь, в Тулуне, родилось 8 героев Советского Союза. В честь одного из них Андрея Алексеевича Сорокина. В городе названа улица. Сегодня на ней открывают мемориальную доску. Андрей Сорокин погиб в 44-м году в Венгрии, в неравном бою уничтожив два десятка фашистов. Глава региона говорит, мы должны помнить о подвиге наших отцов и дедов. Это не просто дань памяти, огромная вам благодарность. А это все-таки шаг в будущее. И будущее у нас есть, я уверяю, будущее светлой и великой Иркутской области и России. Поэтому я вас всех поздравляю с таким маленьким, на самом деле, событием. Вот у меня и в преддверии праздника это важное событие. Не менее важное событие – вручение юбилейных медалей 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Оно начинается с минуты молчания. Дань памяти павшим, живые, как настоящие солдаты, отдают стоя. В центре Иосиф Пинчук. Он служил в отдельном разведвзводе мотострелковой дивизии. Сейчас воюют с социальной несправедливостью. Мы ждем, чтобы было мясо, молоко в магазинах. У нас эти магазины не открываются. Помогите нам, помогите. Мы как-то будем надеяться. Мешайтесь в это дело. Так сказать, поставьте на свои места, как в шахту. Вот это ваше дело, а это ваше дело. Бросите делить посты, бросите ругаться. Дайте народу хлеб с маслом. По поводу порядка, шаг за шагом, в том числе сейчас мы говорим по дороге. Не зря мы говорим о маленьком шаге, но главное, чтобы он был последовательным. Поэтому мы вас не подведем. Спасибо. А это село Каразей, Куйтунский район. Здесь главные герои – труженики тыла. В годы войны они были детьми, но как взрослые. Работали в полях, на заготовке леса, собирали в тайге живицу. Губернатор наградил их медалями и отметил. Сегодня молодежь должна равняться на поколение победителей. Сейчас много вызовов, внешних вызовов для России. И мы должны, нашу молодежь воспитывать на вашем примере. И свой труд мы сверяем каждый день. Результаты своего труда мы отмечаем этими результатами перед вами. Вряд ли в России есть хоть один человек, в семье которого война не оставила бы свой след, говорит губернатор. Именно поэтому День Победы в Иркутской области должен быть по-настоящему всенародным праздником. Галина Тюрнева. Новости сейчас.